Уже завтра в регионе начнется пора итоговой аттестации. Девятые классы будут сдавать ГЕ по английскому языку в пятницу и субботу. Как сообщает профильный департамент, в этом году самыми популярными предметами по выбору стали информатика, биология, обществознание и география. С понедельника горячая экзаменационная пора наступит и для одиннадцатиклассников. В это время многим предстоит определиться с вузом, в который будут поступать выпускники. Вариантов получения образования несколько. Один из них целевой, то есть сформированный под конкретную, востребованную в регионе профессию. О его преимуществах расскажет Наталья Кислякова. Ксения Меринова уже определилась с профессией вузом. Девушка хочет поступить в Всероссийский государственный университет Санкт-Петербурга и связать свою жизнь с юристуденцией. Для меня эта профессия близка, и я хочу помогать людям, которые попали в какие-то ситуации, не из-за своих проблем, а из-за того, что их, например, подставили или еще как-то. Если Ксения еще не решила, возвращаться в округ после обучения или нет, то Антон Чупров уверен в этом точно. Выпускник уже определился с профессией – психолог. Конкретно с городом и университетами я еще не определился. Я хочу посмотреть по тому, как я сдам экзамены, но специальность я хочу поступить на психологию. Отправиться на обучение выпускники могут по целевому направлению. Это стало возможным благодаря федеральному финансированию. К слову, на сегодняшний день определенной квоты по количеству абитуриентов, поступающих в медицинские вузы, нет. Поступление идет по результатам ЕГЭ. На регионы квоты для поступления в медицинские вузы не определяются. То есть у нас дети приходят в органы исполнительной власти, либо самостоятельно, либо посредством электронной почты, направляют нам пакет документов. Пакеты документов мы принимаем до 10 июня. После пакет документов завершаем эту работу. И по окончании этой работы проверяем наполняемость этих пакетов, приглашаем детей на заключение договоров. И дети едут поступать в медицинские вузы по результатам государственных экзаменов. Причем абитуриентам, поступающим в медицинские вузы от департамента здравоохранения, предоставляются меры социальной поддержки. Туда входит стипендия, оплата съемного жилья и проезда к месту учебы раз в два года, а также к месту практики. Абитуриентам, которые поступают на целевые места от департамента образования, предусмотрена также мера соцподдержки в виде стипендии и оплаты билетов к месту учебы раз в два года. Студент, который обучается на целевом месте, он обязан будет вернуться к своему работодателю, в данном случае в округе, и проработать здесь не менее трех лет. Если по каким-то причинам он не возвращается, передумал, бросил учиться, еще какие-то другие жизненные обстоятельства, он должен будет выплатить штраф вузу в размере тех средств, которые были затрачены на его обучение. То же самое касается и работодателя. Если студент возвращается, а ему работодатель не предоставляет места работы, то тогда вот этот штраф выплачивает непосредственно работодатель. Добавлю, департамент образования сформировал общую потребность и выступает заказчиком четырех целевых мест, три из которых – это сфера образования, одно – сфера культуры. Пакет документов на целевые места принимается до 15 июля.